В 2003 году 19-летняя студентка Стэнфордского университета Элизабет Хоупс основывает биотехнологическую компанию. Спустя 10 лет ее стоимость оценивается в более чем 9 миллиардов долларов. 31 августа 2021 года над Элизабет начинается суд с обвинительным сроком в более чем 20 лет. Как получилось, что самый большой и инновационный медицинский стартап оказался пустышкой, как его основательница обманула всех, сейчас расскажем. Главной идеей разработки компании Таранус, которую и основала Элизабет Хоупс, был анализатор крови под названием Эдисон. Он, в отличие от всех существующих технологий, на данный момент якобы мог проводить десятки анализов и диагностировать сотни заболеваний всего по нескольким каплям крови из пальца, вместо всяческих биопсий, забора большого количества крови из вены и кучи разных анализов. Звучит красиво, так в чем же проблема? Проблема в том, что у Элизабет Хоупс, кроме идеи об аппарате, который может делать то, что сейчас больше ни один другой аппарат не умеет, не было ничего. В моем детстве была городская байка, что если как-то видеомагнитофон подключить к игровой приставке и вставить в него кассету с любым фильмом, то ты сможешь играть в этот фильм как в игру на приставке. Ну или как-то, ну в общем как-то так. Я не особо верил, поэтому до сегодняшнего дня о механизме не задумывался, как это должно работать. Вот с компанией Таранас примерно то же самое. Элизабет бросила Стэнфорд, где изучала химическую инженерию в 19 лет, потому что была уверена, что уже и так все знает лучше, чем кто-либо еще, тем более в Стэнфорд. Так, да, у нее появилась гениальная идея, которую она поведала своей преподавательнице по медицине. В общем, она хотела сделать пластырь, который сканирует человека на болезни и сразу вводит все необходимые антибиотики. Но, видимо, даже эту гениальную идею она где-то подсмотрела. Ее преподавательница высказалась об идее как о бреде, так как это невозможно физически на современном этапе развития медицины и на юмке. Но это не смутило самоуверенную Холмс, которая немного более правдоподобно и размыто переформулировала идею с пластырем в аппарат для анализа крови. Вообще, самое безумное в этой истории то, что Элизабет могла впаривать идею, у которой не было абсолютно никакой основательной базы на протяжении 12 лет. Причем не абы кому, а именитым инвесторам и всяким бизионерам из Силиконовой долины. Что, видимо, говорит о том, что все знайки из 1% самых богатых и деловых довольно доверчивы. Одним из способов манипуляции был узнаваемый Олг. Элизабет постоянно косплеила Стива Джобса, одевалась в темные одинаковые водолазки и брюки. Часто говорила, что у нее в гардеробе много одинаковой одежды, потому что не желая тратить энергию на выбор вещей. В многочисленных интервью и рекламах Холмс говорила низким голосом, который позже оказался совсем ей не свойственным. А еще она старалась не моргать. Видимо, чтобы создать образ гения сверхчеловека. И это сработало. Властные мужчины с удовольствием поддерживали Терранос и Элизабет. Среди них, например, был Генри Киссингер, бывший дипломат и государственный секретарь США. Бывший министр обороны Джеймс Мэттис и другие тяжеловесы, именно которых заставили доверять стартапу с красивой идеей. Кстати, вот тебе еще одна красивая идея. Платить чисто телефон. А? Как тебе? Знаешь, во времена всевозможных захватий хорошо бы провернуть хоть какое-то открытие. Например, открытие карты банка. Открытие каламбуры для 30-летних. За последние лет 5 я, как и большинство классных и модных людей, прошел путь от бумажных денежек к картам. А после и к ношению одного телефона, который заменил мне не только дурацкое общение, но и устаревшую оплату с помощью бумажек на оплату с помощью телефона. Ну, с помощью задней крышки телефона. И если ты еще не ворвался в чудесный мир оплаты с помощью своего смартфона, то сейчас появился еще один веский повод. Открой карту Open, карта банка открытия и оплачивай покупки с Apple Pay. За это ты получишь дополнительные 2% кэшбэка рублями за все покупки. Нагрузку к такому чайному приложению в карте уже имеется. Бесплатное обслуживание и до 2,5% кэшбэка за все покупки по карте. Скидка 20% на путешествия на travel.open.ru, кэшбэк до 30% у партнеров банка, бесплатное снятие наличных в банкоматах банка и большой сети партнеров. Поэтому надо пройти по ссылке, оформить карту и добавить ее в волюк на своем айфоне. Потом можно расслабиться, получать кэшбэк и другие ништяки. Пользуйтесь. Стареющие киты из большой политики были очарованы всем, что слышали. И особенно самой умницей, красавицей Холмс. Они насоветовали своим друзьям-толстосумам тоже влезть в стартап, суть которого абсолютно не понимали. Инвесторами стали такие прошаренные ребята, как Руперт Мердок, Тим Дрейтер и семья Лотон, которая основала сеть гипермаркетов Волмарт. А вот внутри компании специалисты, которые все-таки закончили университет и понимали, что технология не работает. Но Терранос договорились с сетью аптек об установке своих стендов с аппаратом Эдисом и коммерческих тестах на обычных людях. Понимая неработоспособность техпродукта, специалисты для анализов просто использовали аппарат их конкурентов. Например, Сименс. О чем, естественно, никому не говорили. А на вопрос, почему анализы не полные, отвечали, что продукт еще находится на доработке. Клиенты приходили сдавать каплю крови из пальца, а у них брали извину. Ну а потом еще нередко скрывали результаты, потому что, например, из 100 человек с сифилизом Эдисон показывал его только у 35. Но и это не помешало в 2015 году журналу Time включить Элизабет Холмс в числа сотни самых влиятельных женщин планеты. И в том же году, но по версии журнала Entrepreneur, она же возглавила список худших предпринимателей. Холмс обещала, что Эдисон сможет провести обследование на множественные инфекционные заболевания, такие как ВИЧ и сифилис, но инженеры не могли добиться нужной степени точности. Один из разработчиков, Иоанн Гиббонс, регулярно писал об этом в отчетах для Холмс, предлагая отказаться от такого большого количества проверяемых болезней, а также сделать прототип крупнее. Но Холмс, по признанию сотрудников, ничего не хотел ослышать, потому что ей было очень важно, чтобы это была маленькая коробочка. А Иоанн Гиббонс, который посвятил множество времени изначально нерабочему прототипу, сделал не Alt-F4, а надо было, ну ты понял. На протяжении всей бесплатной жизни компании Терранос ее пытались обвинить в шарлатанстве и всевозможных нарушениях, но каждый раз кто-нибудь большой и властный вступался за нее. Например, когда Министерство обороны США обнаружили несоответствие и хотели подать в комиссию по управлению контролю за продуктами и лекарствами на защиту, пришел тогдашний генерал Джеймс Мэттис, который вскоре стал внезапно членом Совета директоров Терранос. Возможно, в суде, который начался 31 августа, все шишки снова достанутся не сильной и независимой, а узурпатором спермобак. На днях стало известно, что она решила разыграть в суде историю о том, что много лет была жертвой в отношениях с бывшим гражданским мужем и деловым партнером Рамишем Болвани. Холмс планирует привлечь эксперта, который расскажет в суде ее психологической, эмоциональной и сексуальной эксплуатации со стороны Болвани. Так утверждает Холмс, Болвани контролировал ее и манипулировал всеми ее решениями. А еще пару недель назад она родила. И все вот бьются в догадках, был ли это спланированный ход или просто так случайно совпад. Самое забавное, что сама идея множественных анализов, подобная той, что закладывала в свой проект Элизабет Холмс, могла быть осуществима, по крайней мере, так считает профессор биотехнологии Фаршингтонского университета Пол Ягер. Он отмечает, что около 30 компаний в настоящее время конструируют устройства, предназначенные для диагностики болезни вне лаборатории. Просто масштабы, заявленные Таранусом, был настолько не реалистичен. Да и, собственно, никакой научной работы там не велось, это был только пиар. Вообще, у Элизабет Холмс налицо все признаки социопатии. Она может открыто врать, без стыда, из-за зрения совести, никогда не извиняется и вообще, кажется, не особо испытывает эмоции. Главное для таких людей – это победа их разума над другим. Вопрос, что дает такая победа? Насколько счастлив человек, которому приходится постоянно доказывать, что он лучше, чем другие? Это же ужас. Зато мы убедились, что умники из Силиконовой долины и Слоу-стрит могут быть такими же мамонтами, как и мы все. Поэтому не забывай получать удовольствие от себя и от момента. Потому что прошлое существует только у тебя в памяти, а будущее только в планах. А это значит, что их вообще не существует. Зато существует наш восхитительный мерч, который ты найдешь по ссылке где-нибудь в описании, и наш телеграм-канал там тоже где-то обязательно. Потому что если все опять навернется, где мы еще встретимся, пиши нам и остальным зрителям что-нибудь приятное в комментариях. Носи шапочку. Я ляг сегодня спать пораньше, а то приснится еще этот ребят Элизабета.